17 апреля состоялся товарищеский матч между командами на спорте и Амкал, который породил огромное количество инфоповодов и конфликтов как во время матча, так и после него. Сразу после финального свистка Даня Крапивников в прямом эфире сообщил о том, что покидает команду на спорте и возвращается в Тудроц. Вот как это было. Оказалось, что это стало новостью не только для зрителей, но и для членов команды на спорте. Даня также утаил эту информацию от главного тренера Сослана Гатагова. Почему он так поступил, попробуем разобраться чуть позже, а пока давайте посмотрим реакцию Текилы. Но пришло то время, когда нужно сказать. Вот, поэтому я возвращаюсь в Тудроц. Серьезно? Да. А вы же, наверное, его заявили. Может быть. Но там решим. А, окей. Было ли в процессе вот это? Неожиданная реакция оказалась сдержанной, однако уже через день Текила нарушил молчание и выкатил следующий пост в своем телеграм-канале. Я долго переваривал твой поступок и пытался найти правильное определение, но похоже, крыска – лучшее, что подходит в отношении тебя. Еще в автобусе, когда мы ехали и обсуждали предстоящий матч, настраиваясь на игру, ты уже готовил этот мерзкий план о переходе обратно в Тудроц. Ты смазал нашу победу этим левым мувом, в очередной раз перетащив на себе одеяло, как это делаешь на поле. А если бы мы проиграли Амкалу, ты бы решил таким образом нас добить? Это абсолютно нормально, когда игроки меняют команды. Но такого подлого поступка в отношении тренерского штаба и всего коллектива я не встречал. А еще ты просто убежал, никому не пожав руку, не поздравив с победой, не сообщил тренеру о переходе, не попрощался с командой, а дал по съебам, как крыска. Можешь хвастаться победой над Амкалом, но больше серьезных побед у тебя не будет. Ты потерял себя и потерял опору в виде на спорте. Жеки и Дротом респект. Собирают наконец-то хорошую команду. Будет очень интересно встретиться. Но вы сильно заблуждаетесь, если думаете, что Краб – это ваша палочка-выручалочка. Скорее он – кишечная палочка, от которой вы помогли нам избавиться. За что вам огромное спасибо. А все как всегда в стиле текилы. Колки и фразы, задевающие нужные струны души для того, чтобы поджечь новый конфликт и оставаться на слуху. Гений. В этот же день последовал ответ от Жеки из Тудротс. Он также выложил пост в своем телеграм-канале. Текила назвал Краба крысой из-за возвращения в Тудротс. Вернее, из-за того, как Даня решил вернуться. А я считаю, что это был мощный перформанс. Мы находимся в медиафутболе. И объявить о переходе во время прямой трансляции – это сильно. Такого никто не делал. Сказать Сослану заранее о переходе? Тогда Краба на поле бы не было. Он хотел помочь своей игрой. Как делал это во всех других матчах, забивая много важных голов. По-моему, с вашей стороны нужно было поблагодарить Краба за совместную работу. Но вместо этого он получил порцию говна в свой адрес. И ни слова благодарности за игру. Я не знаю, почему Краб решил вернуться. Мы с ним об этом еще не поговорили. Но по всей видимости, подобное наплевательское отношение было на протяжении всего времени в вашем клубе. Любовь за деньги не купишь. Краб возвращается туда, где его ценят. Добро пожаловать домой. Также о переходе Краба высказался Прокоп. В целом, обычный пост, ничего интересного. Но там есть небольшая инсайдерская информация, которая объясняет одну из причин ухода Краба из Наспорте. Обещает человеку одни условия до ухода из Судроц. Потом намного хуже условия, когда Даня уже ушел из Судроц и был без команды. Это просто бред. Не выплачивая зарплату с момента перехода. И отказываясь сейчас оплатить честно заработанные деньги. За пиар команды и рекламу. Смешно. Я думаю, что всем было очевидно, что Краб на спорте – это любовь за деньги. И рано или поздно эта история закончится. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить следующие видео. Поставьте лайк этому видео. Увидимся в следующем видео. С вами был Мариарти. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok